Дорогие друзья, всем привет! Зовут меня Александр. Занимаюсь профессионально отделочными работами в городе Гродно, а также в его окрестностях. Как вы видите у себя на экранах, у нас пойдет речь сегодня о зарядном устройстве на два аккумулятора литий-ионных. Эта модель называется DS18RD. Она также заряжает по одному аккумулятору, можно два, и также можно заряжать мобильный телефон. Сейчас я вам все продемонстрирую. Само оно размером, такое скажу, сантиметров сорок, сорок на двадцать. Толщина, как вы видите на экране, приблизительно сантиметров 5-7. Ну вот, на обратной стороне у нас написана модель и какие аккумуляторы можно заряжать. Можно заряжать 18-вольтовые от 7,2 вольт до 18 вольт. Также от, ну на 9 ампер оно идет, и также можно заряжать мобильный телефон от 3,5 вольт до 1,5 ампера. Оно идет на 220-240 вольт, 460 ватт мощностью, 50-60 герц. Ну вот, покупал я его в Польше на сайте Allegro. Конечно, мне его привезли оттуда, так как, сами понимаете, оттуда через интернет ты не закажешь. Ну что, поехали о нем. Ну вот, я его приобретал месяц назад и сразу видео не стал делать, так как хотел его, скажем так, протестить. Ну и хочу сказать свое мнение. Меня оно абсолютно устраивает. Я покупал его специально для этого инструмента. Для перфоратора на 36 вольт. Моделька называется XRN05. У меня есть на моем канале небольшой обзор о нем. Правда, без демонстрации. Ну вот, кому интересно, заходите, смотрите. Ну вот. Покупал его для того, чтобы сами понимаете, когда работаешь этим перфоратором усиленно, аккумуляторы быстро расходуются. Ну вот. И заряжать его кондактным аккумуляторным зарядным типа DS18SD занимает очень большое время. То есть два аккумулятора, это зарядно заряжает вот это 3-амперные аккумуляторы заряжают два аккумулятора целый час. Для того, чтобы сократить это время я решил приобрести себе вот такое зарядное. Ну вот. На просторах интернета, в ютубе, на русскоязычных роликах на этот, на это зарядное я не нашел. Можно найти именно на ролики на английском или немецком языке. Ну вот. в нем есть восемь обозначений. То есть, как вы видите на экранах, на экране обозначений восемь штук. Первое обозначение, это когда горит, как сейчас, зелёная лампочка. То есть, она показывает, что включена в сеть. Второе обозначение, моргает просто красная лампочка. Это у вас не работает кулер. Третье обозначение, когда вы вставляете зарядное устройство, аккумулятор, и загорается красная лампа, пошёл заряд. Ну вот. Четвёртое обозначение, это когда загорается, просто горит два красные и зелёные лампы, у вас батарея практически заряжена. Пятое обозначение, это когда загорается просто, именно зелёная лампочка, у вас, ну то есть, происходит звуковой сигнал, то у вас батарея заряжена. Шестое обозначение, когда моргает красная и зелёная лампочка, у вас аккумулятор неисправен. То есть, какая-то одна банка вышла из строя. Седьмой зарядный индикатор показывает, то есть, моргает жёлтая лампочка, что у вас вышел кулер из строя. То есть, его надо то ли прочистить, то ли что-то ещё. И восьмое зарядное, восьмое обозначение, это у вас требуется ремонт аккумулятора. То есть, показано именно, то есть, просто горит жёлтая лампочка, это показано, что требуется ремонт именно аккумулятора. Также в него можно повторюсь, поставить на зарядку телефон и телефон будет заряжаться. Ну вот. Сейчас я вам продемонстрирую. У меня, правда, аккумуляторы все уже заряжены. Продемонстрирую, как оно работает. То есть, вставляете вы батарею, происходит звуковый сигнал и загорается красная лампочка. И, как видите, вот сразу загорелась зелёная и жёлтая. Так же, как и здесь. То есть, батарея практически заряженная. Вот здесь, видите, моргает. У меня с этой стороны, на данном моменте, только сегодня я это заметил, вышел из строя кулер. То есть, его там надо то ли почистить, то ли что-то ещё. И, как слышали, звуковой сигнал, аккумуляторы эти заряжены. Ну, на этом у меня всё. Кому понравилось, палец вверх, кому нет, палец вниз. Оставляйте отзывы, пишите, отвечу. Ссылку на покупку оставлю в описании. Всем пока, до новых встреч.